Седьмое место. Гора, Эльбрус, на Кавказе. Эльбрус, стратовулкан на Кавказе, 5642 метра над уровнем моря, самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты Семь вершин. Ледники, стекающие с его склонов, питают наиболее крупные реки Кавказа и Ставропольского края, Кубань, Малку и Баксан. За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане. На седловине Эльбруса, разделяющей его восточную и западную вершины расположен самый высокогорный приют Европы. 6 место. Столбы выветривания на плато Мань-Пупуньор. Мань-Пупуньор, или Столбы выветривания, Мансийские болфаны, геологический памятник в Троицко-Печерском районе Республики Коми России. Находится на территории Печора Илычского заповедника на горе Мань-Пупуньор, в междуречии рек Вычегда и Печоры. Второе название – Болвана Ис, что с языка Коми – Гора Идолов. Отсюда и произошло народное упрощенное название останцев – Болваны. Останцев – 7, высота от 30 до 42 метров. С Мань-Пупуньором связаны многочисленные легенды, прежде он являлся объектом культа Мансий. Столбы выветривания, Мань-Пупуньор считаются одним из семи чудес России. Пятое место. Храм Василия Блаженного. Собор Покрова, Пресвятой Богородицы, что на Рву – православный храм, расположенный на Красной площади, в Москве. Широко известный памятник русской архитектуры. До XVII века обычно назывался Троицким, так как первоначальный деревянный храм был посвящен Святой Троице, был также известен как Иерусалимский, что связано как с посвящением одного из пределов, так и с совершавшимся в Вербное Воскресение крестным ходом, к нему из Успенского собора с шествием на ослятии, патриарха. Входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в России. Четвертое место. Петергоф, Дворцово-Парковый ансамбль. Петергоф, Дворцово-Парковый ансамбль на Южном берегу, Финского залива. Находится на территории муниципального образования город Петергоф, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. От него происходит название Петергофской дороги. Часть его находится в ведении Государственного музея-заповедника Петергоф. Петергоф включает в себя несколько Дворцово-Парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и Английский парк, ансамбли, получившие развитие в XVIII веке, Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александровский парк, Сергеевка, Собственная дача, ансамбли XIX века. Третье место. Мамаев Курган и Родина-Мать в Волгограде. Мамаев Курган, возвышенность на правом берегу реки Волги, в центральном районе, города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои, начиная с сентября 1942 года, заканчивая январем 1943 года. Скульптура, Родина-Мать зовет, композиционный центр памятника ансамбля, героем Сталинградской битвы, на Мамаевом Кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира является центральной частью триптиха, в который входит монумент, тыл фронту в Магнитогорский, в котором рабочий передает воину выкованный на Урале меч, данного памятника, символизирующего, что этот разящий меч был поднят в Сталинграде, и памятника, воина-освободитель в Берлине, в котором меч воина-солдатам. Опущен. 2 место. Долина Гейзеров. Долина Гейзеров – это одно из наиболее крупных гейзерных полей мира, и единственное в Евразии. Долина Гейзеров расположена на Камчатке в Краноцком государственном биосферном заповеднике. Она представляет собой глубокий каньон реки, гейзерной, в бортах которого на площади около 6 километров находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера. На этой, ограниченной по размерам, территории наблюдается аномально высокое биоразнообразие и высокая контрастность природных условий и микроклимата. Долина Гейзеров труднодоступна. И наконец, первое место. Озеро Байкал. Самое чудесное из всех чудес. Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской Федерации. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 620 километров в виде гигантского полумесяца. Ширина водоема колеблется в пределах от 24 до 79 километров. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод на 456 метров выше. Площадь водной поверхности Байкала – 31 722 квадратных километра, без учета островов, что примерно равно площади таких стран, как Бельгия или Нидерланды. По площади водного зеркала, Байкал занимает седьмое место среди крупнейших озер мира. На этом все, всем спасибо. Пока.